Интересный транспортный проект. Почему транспорт? Почему вы решили именно этот проект реализовывать? Первое. Лично я как человек уже давным-давно устал долго передвигаться. И когда я познакомился с разработчиком и увидел какую идею в мир он приносит и полезность, всю пользу всему человечеству, я понял, что я должен ему помочь. И так как я давно связан именно с образованием людей по финансовой инвестиционной грамотности, у меня огромное количество клиентов, которые подготовленные инвесторы. То есть задача Академии частного инвестора, который я создавал, это создавать так называемых инвесторов. Есть классификация инвесторов. Один из инвесторов, который называется постоянный инвестор. То есть он знает, быстро может разобраться в инвестиционных предложениях и понимает, какую сумму нужно инвестировать. И вот я решил его поддержать и я понял, что это нужно нам, потому что самолеты это очень небезопасно. Если двигатель остановился, самолет падает. А здесь, если двигатель остановился, это по крайней мере живой. И второй момент. Транспортная ниша всегда меня интересовала еще с историей строительства железных дорог и как люди в Америке становились очень богатыми. И третий важный момент. Я искал всегда большую нишу с большими глобальными, скажем, финансовыми возможностями. И когда я понял, что здесь объем рынка в 500 триллионов долларов, я понял, что здесь не только, скажем, я могу заработать и зарабатывать в будущем, а еще огромное количество людей, компаний, стран. В общем, я понял, что Skyway это новое отраслеобразующее направление. А в 100 триллионов долларов вы о каком рынке говорите? О рынке транспорта вообще? Именно Skyway. Это всего лишь 30% рынка мирового транспортного потребления. То есть то, что необходимо. Skyway. А вы являетесь фактически профессиональным инвестором. Так, да? Я многопрофильный профессиональный инвестор. Я не инвестировал где-то в один фондовый рынок или недвижимость. Я инвестировал в 22 сегмента инвестиционного рынка. Как правильно назвать? Портфельный инвестор. Да, портфельный инвестор. Правильно сказать, портфельный инвестор. Вы ищете интересные проекты, которые, как вы с точки зрения вашего профессионалиста полагаете, могут выстрелить проект доход и вкладывать в них деньги. И сегодня вы пришли к тому, что использование технологии блокчейна на транспорте может принести прибыль. Вы знаете, это не то, что… Я даже скажу, даже блокчейн не просто прибыль. Это то, без чего мы не обойдемся. Вы представляете, пассажиропотоки, огромнейшие пассажиропотоки, которые могут быть примерно через 15-30 лет, это население Земли ожидается где-то 20 миллиардов человек, если 30 процентов рынка нашего будет, это фактически 7 миллиардов человек будут ездить. А это автоматизированная система управления, это обработка заказов через смартфон, когда мы можем заказать себе, ой, я хочу поехать и посмотреть в свободное место. Это же должен все обрабатывать блокчейн, это должно проходить через систему взаимообмена данных. И вот система блокчейна, это, конечно же, можно сказать так, биткоину и криптовалютам первым, которые себе привезли, сказать огромное спасибо, что они привнесли вот эту технологию для создания скоростной системы обработки данных. И поэтому это не то, что на этом зарабатывать, а это то, что необходимо в потребности. То есть это прогнозируемый естественный путь развития мировой финансов. Совершенно верно. И без этого не обойтись никак. И вот в чем еще уникальность, можно сказать, пионерства биткоина и других криптовалют, что оказывается это не только система взаимообменных данных может быть, а еще и система роста ценностей той системы взаимообмена. Ну, в данном случае, если говорить о криптовалютах. У меня в таком случае к вам целый ворох вопросов, самых разнонаправленных, если вы позволите, начну. Во-первых, почему именно Skyway, почему именно этот тип транспорта вы выбрали для инвестирования? Он безопасный, он дешевле, по цене ниже, не скажу дешевле, потому что дешевле значит это качество плохое, а по цене ниже, чем, допустим, китайцы в 10 раз, европейцы в 20 раз и японцы в 30 раз. То есть километр пути с инфраструктурой, с подвижным составом может стоить от 5 до 10 миллионов за километр. Какие это расстояния? Это маленькие в пределах города? Это могут быть расстояния, вот как в Севастополе сейчас аванпроект рассматривается, километр через бухту северную. А вы сейчас рассматриваете инвестиционный проект для реализации в Крыму? Не только Крым, Россия, в Италии, в Европе. У нас огромное количество предложений. Мы сейчас работаем во многих странах, в Индии, в наших бывших соцсоветских стран. В Бразилии сейчас ребята работают с торгово-промышленными палатами. Там потребность в транспорте. И это потребность, которая нужна. Я задавал вопрос, почему мы не ездим до сих пор 300-500 км в час, как в Японии или в Китае. Оказывается, это очень дорогое удовольствие. И у страны нет сегодня денег. И вот вопрос, почему я SkyWay занялся? Первое, потому что это наш разработчик. Российский, белорусский. Второе. У нас возможности следующие. Либо мы будем привлекать транспортную технологию. Даже предположим, что Илон Маск сделал все-таки свою гиперпетлю. Да, предположим. Значит, если она будет у нас применена, она очень дорогая будет. А в второй момент мы будем зависеть от нее. Либо от японцев, либо от европейцев. Потому что у нас своей скоростной нет. А это собственная технология. А это, собственно, наша российская технология. Фактически, да. То есть, если мы участвуем в этой технологии, и еще огромное количество людей участвует в этой технологии, то что означает? Что если в будущем человек потеряет работу, у него есть, предположим, акции технологии SkyWay именно в адресном проекте, к примеру, в Санкт-Петербург-Владивосток. А компания расширилась. И какие расстояния есть? Мы планируем. Мы планируем. Хотела вас спросить, например, Москва-Владивосток? Один из проектов, и мы заключили с компанией договорную инициацию этого проекта, Санкт-Петербург-Владивосток. Сейчас мы встречаемся с огромным количеством банкиров, предприятий. Мы хотим это внедрить на практике уже в России. Потому что нам, если Россию мы сейчас в ближайшие 10 лет не дадим новую технологию связки континентов, то мы могут ожидать неприятные моменты. Сколько займет при реализации этой транспортной технологии путь у человека от Москвы до Владивостока? 8 тысяч километров? 500 километров в час, вот вы можете посчитать. 16 часов. То есть человек может выехать рано утром, и поздно вечером в ночь. Совершенно верно, да. И это без самолета? Без самолета. Ты садишься из дома в станции, есть ты садишься в станции, почему я говорю, вот через девайс ты себе билетик заказал, оплатил, и тебе должно указать, через сколько тебе нужно пойти на станцию. Объем пассажиропоток, он может быть настолько большой, что вот если, пример приведу, у Ханой Хэши Мин рассматривается уже этот проект, ну он уже рассматривается еще с 2001-2002 года, когда Юнистский приезжал туда. Там очень нужна эта технология. Почему? Потому что Вьетнам занимает первая страна в мире по экспорту риса. И если там поставить железнодорожный путь, вот как, допустим, Сапсан, и Сапсан туда предлагал именно построить дорогу, они сказали, это будет хуже, чем атомная бомбардировка. Почему? Потому что тогда с одной стороны будет много воды, а с другой стороны засуха, и мы тогда останемся без риса. А технология Skyway, где мы поверху проходим, не нарушая ландшафта, не нарушая экономических, самых главных моментов для Вьетнама, это будет здорово. И пассажиропоток в сутки, это может быть один миллион человек. Это расстояние миллион тысяча восемьсот километров от Ханой до Хачимина. Если говорить Санкт-Петербург, Владивосток, тоже легко посчитать пассажиропоток. Ну, примерно 5-7 процентов от населения тех городов, через которые он может проходить. Это очень приличный, и финансовом плане это приличный. И самое интересное, прибыльный. И самое интересное, вот обслуживание транспортной системы этой обходится на уровне 15-25 процентов от валового дохода. Если говорить о железнодорожном транспорте, без разницы какой, европейский, российский, японский, китайский, примерно от 70 до 90 процентов дадут затраты на обслуживание. Это ремонт колеи, это другие ремонтные депо, которые необходимо обслуживать. Здесь Юнинский гарантирует, что 100 лет без ремонта будет полотно. Скажите, пожалуйста, 500 км в час, это немногим медленнее самолета, который летит примерно 800 км в час, но при этом нет затрат временных на аэропорты, все это достаточно быстро, человек приходит на вокзал и сходит только в вокзал в другом городе. Это очень интересно. Не кажется ли вам, что самая главная причина, которая может замедлить развитие этой технологии внедрения на практику, это недостаточная информированность инвесторов в этом? Да, согласен. И именно поэтому мы сейчас делаем такие пиар-акции. У нас много наших, скажем так, волонтеров и агитбригады, которые мы берем в штат, работают по городам с опросами общественного мнения. Мы вышли в народ для чего? Не просто для нашей компании. Мы делаем по заданию университета, Московский взрослый университет имени Ломоносова. Нам разработали анкету специально. И мы хотим объяснить, нужно ли это российскому народу. Хотят ли люди воспользоваться такой транспортной технологией? Ну и в тех городах, которые мы уже сделали, это Краснодар, это Владивосток, это Хабаровск, вернее, это в Крыму по всем городам, мы определили очень интересный момент, что 55% населения хотели бы эту технологию. Сейчас, когда мы проводим в Москве и в Питере, и говорим, хотели бы вы ездить в Сочи или в Крым за четыре часа и за полторы тысячи рублей, практически каждый третий говорит, я бы ездил каждый выходной. Вообще, да, многие бы ездили. Хорошо. А если с другого боку вопрос, у вас есть какие-то объекты, на которые мы могли бы, например, приносить журналистов, блогеров, только социальные измерения? Что-то, что показать не в виде макета, а в виде некой работающей, действенной конструкции? Может полигон или что-то? В Подминском уже третий год идет строительство экотехнопарка. Это так называемая технологическая площадка для презентации технологий SkyWay. Сегодня уже есть два типа городской системы, один тип прогулочный, это больше как для туризма, и грузовая система. Еще будет один грузовая система в следующем году, и скоростная система. Мы хотим в следующем году представить уже 500 км в час. И какой срок последнего скоростной системы завершения этого проекта? А можно уже будет кому-то его показать, как он работает на правде? Да уже можно показать. Мы завтра уже уезжаем с нашими директорами. Компания получила, не получила, а уже прошла сертификацию на три этапа поделена. Первый этап, где люди уже могут сесть в юнибус и прокатиться. То есть до этого мы не могли, потому что не было пройденные все, скажем, моменты сертификационные. Сегодня это пройдено, и завтра мы едем. Завтра будет видео, мы уже снимем, как мы едем в новом типе транспорта. Ну, наверное, такой последний вопрос. Хорошо, вы решили инвестировать в транспортное направление блокчейна. Вы для себя в перспективе видите какие-то другие отрасли экономики, где может быть прием блокчейн? Забегая вперед скажу, например, у нас на конгрессе, не у нас на конгрессе, в следующем году весной мы планируем обсуждать применение блокчейна в энергетике. В разговоре, например, с коллегами из банка МТЭЗа она говорит про применение блокчейна в сельском хозяйстве. Вы для себя помимо транспорта еще какие видите сферы экономики, где с успехом мог бы быть применен блокчейн, и вы, взвесив все, тоже были готовы бы инвестировать туда и рассматривать такие проекты? В любой сфере, и я объясню почему. Давайте приведу пример будущего сельского хозяйства. Недавно один из наших сотрудников говорит, Андрей, я мечтаю заработать столько денег, чтобы купить много земли, делать качественные помидоры, огурцы и так далее. А будущее сельское хозяйство будет немножко по-другому. Благодаря технологии Skyway мы можем жить далеко от вот этих городов, жить на может быть гектаре или на двух гектарах земли. Когда ты до работы за 15-20 минут можешь доехать на таком виде транспорта. И когда ты хочешь свежие помидоры, огурцы, салаты, лук, петрушку, будут компании, которые с помощью блокчейна опять же будут видеть, что у тебя на грядочке заканчивается, нужно привезти новые ростки салата, новые ростки огурцового, новые ростки, допустим, помидор. Они будут приезжать, ты за это естественно будешь платить денежку за обслуживание, и они будут тебе садить новые росточки вот этих фруктов и овощей, которые с грядки, можно сказать, не тебе нужно будет выращивать, но захочешь, да, можно и покопаться, но будет такая услуга. И вот если взять простой пример, вот здесь нужен будет блокчейн, который будет высчитывать, посмотреть на то, у кого, какого пользователя, что есть и что нужно сделать. Почему блокчейн, вот ситуация, да, и почему эта система? Мы вошли в интернет, и интернет сегодня обрабатывает огромное количество заявок. И без блокчейна обработка данных, она просто невозможна. Второй важный момент для блокчейна – это децентрализация хранения данных. То есть с чем мы столкнулись, что хакеры хакнули там даже Пентагон, да, даже банки очень мощные, все что угодно, да, с помощью того, что даже тебя хакеры одолели и убили, скажем, твой, ну скажем, тот бизнес, который ты делаешь, но с помощью технологии блокчейн он у тебя остается даже в самом последнем компьютере. Что я вижу, вот эти станции, если вы видели наши картинки, у нас есть станции, это в том числе анкерные опоры, то есть 3-5 километров, это могут быть еще и анкерные опоры, да. Так вот я вижу в будущем, что в этих станциях могут быть майнинговые фермы, дешевое электричество, короткое расстояние и обслуживание вот этих вот всех направлений. Поэтому блокчейн, он будет применяться, ну лично мое видение, во многих направлениях, но почему опять же Skyway, это самый объемный и самый большой рынок, именно в основе которого лежит транспорт, без которого мы никак не обойдемся. Субтитры сделал DimaTorzok